Эта огромная и передовая по технологиям XIX века фабрика появилась в Рязанской губернии благодаря представителю одного из древнейших родов – рода Беклемишевых. Федор Андреевич Беклемишев в 70-х годах XIX века приобрел эти земли и, решив заняться стекольным производством, построил завод. В 1872 году в Брыкином Бару появились первые цеха, которые располагались на территории современного ядра Окского заповедника, а затем производство было расширено. Чтобы поднять производительность фабрики, Беклемишев искал долгое время возможности капитала. Он переговаривал с английскими предпринимателями, с бельгийскими, и в результате уже было образовано, после его долгих переговоров, было образовано Русско-Бельгийское общество для производства зеркального стекла. И уже Русско-Бельгийское общество для производства зеркального стекла, бывшей фирмы Беклемишева, они построили тот завод, на руинах которого мы с вами находимся. На территории Брыкино-Бора была построена узкоколейка, которая вела от фабричных помещений к эстакаде на берегу Пры. Именно сюда, по высокой воде, причаливали суда, привозившие сырье для производства стекла и зеркал. Отсюда они уходили нагруженные, готовые, к слову сказать, высококачественные продукции. Однако завод просуществовал недолго. В 1900 году наступил кризис перепроизводства стекла в России. И тогда крупные зеркальные синдикаты, в том числе и стекольный завод Русско-Бельгийского общества, были закрыты. До 1924 года его территория охранялась. Ну а после того, как охрана была снята, местные жители разобрали завод на стройматериалы. Постепенно здание бывшей фабрики превратилось в руины и заросло лесом, не потеряв при этом своей значимости и уникальности. Место, конечно, оно даже и на данный момент осталось уникальное, потому что оно чудесным образом привлекает внимание людей. Это действительно старина, это действительно история. Кроме того, это место облюбовал и животный мир. Здесь гнездятся редкие виды птиц. Именно здесь, на этой территории в частности, находится зимовка уже обыкновенная. Одна из наиболее крупных зимовых в средней классе России уже. Так что в апреле мы здесь можем видеть такие группы уже, которые выходят на поверхность. Конечно, главной задачей работников заповедника на сегодняшний день является сохранение удивительных ландшафтов юго-восточной Мещеры и их обитателей. Но и история этих мест уделяется немало внимания. Ведутся исследования, издаются книги, а здание шлифовального цеха постройки времен помещика Беклемишева было полностью отреставрировано. И сейчас в нем размещается знаменитый музей природы и визит-центр. В любом случае, интересует ли вас флора и фауна Мещеры или история этих мест, бракенбор посетить стоит, особенно сейчас, в разгар лета.